Ни одна страна, которая добросовестно выполняла, вот четко выполняла рекомендации МВФ за историю работы с МВФ, не стала успешной. Успешными становились те страны, которые смогли найти в себе силы и возможности выскочить из-под тех рекомендаций, которые давал МВФ. Второе. Тот миллиард, о котором идет речь, при всем уважении к этой цифре, миллиард долларов, это красиво звучит, но для экономики Украины это ничего принципиально не меняет. Действительно эти деньги идут в золотовалютные резервы. Когда говорится о том, что правительство не может ими воспользоваться там внутри страны, это в определенной степени фейк. Давайте возьмем ситуацию с приватбанком. В прошлом году этих денег не было у нас в бюджете на капитализацию приватбанка, на выкуп приватбанка. Однако, что делало правительство? Правительство имитировало ОГВЗ, их выкупал Национальный банк за те средства, которые у нас были в золотовалютных резервах, и таким образом эти средства попадали в бюджет. И самое главное, и самое главное, дайте мне одну секунду, можно я закончу? Самое главное, можно я закончу? Исходя из того, что вот самый главный спор в отношении того, что мы должны дать за этот миллиард. Мы вот у нас на одном из предыдущих эфиров Сергеем были большие споры в отношении того, там повышается пенсионный возраст, не повышается. Сейчас говорят о том, что сейчас начнут играться там со страховым стажем, с рынком земли и так далее. Вот самый главный вопрос. Оппозиционный блок поставил вопрос в парламенте, и мы зарегистрировали соответствующий проект постановления, чтобы правительство отчиталось об этом меморандуме. Это можно сделать в закрытом режиме, чтобы не нарушать процедуры закрытости перед МВФ, чтобы не нарушать процедуры переговоров, и чтобы депутаты, которые представляют в парламенте общество, избиратели, которое за них проголосовало, чтобы они взвесили, готовы ли они голосовать за эти вещи. Я думаю, что даже в этой мифической коалиции, которой нет, очень много людей не готовы голосовать ни за рынок земли, ни за изменение страхового стажа, потому что там достаточно много мажоритарщиков, там достаточно много здравых людей самих по себе. Я думаю, что этот вопрос в парламенте будет открытым. Поэтому самый главный вопрос, это понять, что мы за этот мир, который ничего для нас не поменяет, что мы за него должны будем делать. Если говорить о сене-трансе, действительно.